Привет, друзья, товарищи! Канал Покемуш Лайф и новый ролик про всякие приколюхи. В этот раз мы познакомимся с электровозом Крокодайлом. Он же Утюг, он же неведомо зверушка, модель которого выпустила компания Моди Мео. Аппарат, конечно, уникальный и весьма редкий. Всего фермеры построили 78 машин, кот наплакал. А тем более модель. Сущая диковинка, ее-то мы и будем изучать. Таран, джентльмены! И вот он вел 41, он же Крокодайл от компании Моди Мео. Не терпится его вскрыть. Получается журнал, открытка и сам локомотив. Ну, по традиции начнем с журнала. Вот, друзья, товарищи, журнал, посвященный этой необычной машине. Как обычно, три раздела. Маневровый электровоз. А вот второй раздел необычный. Кипяток на железной дороге. Вайбовые картинки. Теловой центр. Калуга-1. О, какая древняя картинка. ВЛ-41 еще на Варшавском вокзале, там, где раньше располагался музей. А рядом ЧМЭ-3001. Маневровый электровоз. Здесь опять карта места чертежей. Электровоз ВЛ-41. Результат проведения опытных работ по изучению применения электровозов для маневровой работы в рамках модернизации всего подвижного состава. И вот уже сильно уставший электровоз 023 на одном из горно-обогатительных комбинатов. А вот это достаточно редкий кадр. ВЛ-41 сверху. Ростовский музей железнодорожного транспорта. Да, в Ростове стоит 73-я машина, а в Питере на Балтийском вокзале стоит 60-я машина. Временное решение. Опять фотография 41-я в Ростовском музее. Технические характеристики. Почему-то мощность опять указана в лошадиных силах. А здесь они более развернутые. А это уже на Балтийском вокзале. Вон они, два только приемника асимметричного типа. О, работы мастера Гампса. Смотрите, ребята. Вот эта картинка особенно удачная. Возможно, в силу интересного ракурса. Он едет, похоже, на каком-то горно-обогатительном комбинате. Везет полувагоны с углем. Причем 60-й, тот, который впоследствии стал музейным. А вот рядом два молодых человека пришли посмотреть на этот электровоз. А вот и легендарная фирменная открытка от Мадимео. То же самое, только в меньшем размере и немножко с такой сепией. Сколько тираж-то? 4790. И здесь он прям элегантно. Ну, конечно, такие открытки лучше хранить, чем куда-то отправлять. Все-таки раритет. О, кипяток. 58-й год. Кипятильник на станции Шадринск. То есть люди просто приходили сюда и наливали кипяток. А там была типа кубовой. Вот это, кстати, я приветствую. Такие заметки очень развивающие и полезные. Почему кипятильник получил название Титан, неизвестно. Из титанового сплава или модель опускали с подмаркой Титан. Нет, вот эти заметки вообще топчик. А здесь заметка по вокзалу. Было-стало. В данном случае вокзал Калуга-1. Вангуем заметка Алексея Вульфова. Точно Алексей Вульфов, Москва-Калуга. Немножко рекламы. Кремль и крепости. Бесценные сокровища нашей истории. А здесь спойлер. Но спойлер тепловоза, который мы уже обозрели Т-114. Если не смотрели, то посмотрите обязательно в нашем плейлисте «Модель от Мадимео». И как обычно, нам предлагается собрать всю коллекцию 50 ежемесячных выпусков про историю, правильный масштаб, подписка с бесплатной доставкой на сайте и даже рельса подставка со скидкой. В общем, все круто. Журнал интересный и отдельно благодарный за заметку про кипяток. Переходим к локомотиву. А вот и сам Маэстро ВЛ-41. Ну что ж, пришло время его откупорить. Ускоряем музычку. Открываем пациента. Бега себе. Ее, брат, это страшно. Кругом только приемники на крыше. Вау, ребята. Такой прикольный. Давайте сначала посмотрим без слов. Надо сказать, что ВЛ-41 какой-то чертов винегрет. Смотрите, кузов по типу электровоза Д-100М. Колесные пары и тяговые двигатели от уважаемого ВЛ-8. А схема цепей управления от не менее уважаемого ВЛ-60. Я такая дворняга. Ну что, парни, машинка-то вообще классно смотрится. В этот раз она немного легче, но не менее интересная. Давайте начнем с крыши и, пожалуй, с токоприемников. Надо отметить, что ВЛ-41 это все-таки электровоз переменного тока, рассчитанный на 25 тысяч вольт 50 герц. Но вот интересно, что токоприемники на этом электровозе асимметричные. Это связано, вероятно, с тем, что два токоприемника пантографного типа здесь разместить было бы крайне сложно. Или пришлось бы варить еще дополнительные опоры и на них уже ставить рога. Поэтому Днепропетровский завод, а эти электровозы делал именно он, решил пойти по такому пути. Очень длинные, массивные нижние и верхние рамы. Радует очень элегантно сделанный фигурный полос и даже угольные вставки, выкрашенные в черный цвет. Цилиндр подъема токоприемника выполнен. Две пружины подъемные, ну там всякие валы, амортизирующие устройства и изоляторы. Почему-то изоляторы покрашены в красный цвет, но можно и перекрасить. В остальном токоприемники вообще классные. Интересная деталь два опорных изолятора токоприемника одновременно являются опорными изоляторами для размещения токоведущей шины между ними. Очень фигурная крыша, а с этой стороны имеется еще некий козырек дополнительный. Дальше. На крыше капотов установлены специальные технологические люки, выполненные очень аккуратно. Такие ребра жесткости, крепления. Отдельно можно отметить люки песочных бункеров. По четыре люка с каждой стороны. На правом капоте располагается силовое оборудование. В частности, главный включатель, высоковольтно-разрядник и главный ввод с трансформатором тока. Такой вот шинный монтаж. Нам очень нравится, как мы Демео в этот раз выполнили главный включатель. На основании даже сымитирован вот такой лючок со специальной выштамповкой. Имеется воздушный резервуар, сымитирован заземляющий кронштейн, поворотный изолятор. И вот воздуховодный изолятор, очень красивый, и дугогасительная камера. С этой стороны имеется контакт, в который врубается поворотный нож. Ну и вот видите, отсюда уходит шина непосредственно к главному вводу с трансформатором тока. То есть здесь находится тягутрансформатор. Такой отдельной деталью сымитированы два тифона, выкрашенные в зеленый цвет. При желании их можно покрасить серым, будет еще круче. Прожекторы на этих электровозах очень древние, установлены на таких специальных кронштейнах, но они, смотрите, полые. Здесь он виден, такая полая конструкция, там сымитирован отражатель и даже прожекторная лампа. Отдельное стеклышко. Каждый прожектор это отдельная деталь. Несмотря на свою схему, как у L60, наш герой имел всего 29 позиций, вместо привычных зрителю 33. Причем якобы все 29 были ходовыми. А еще две ступени ослабления поля. Прикольно, конечно. Теперь кузов. Вот смотрите, какая интересная деталь. У кузова для работы с составителем, поскольку машина все-таки маневровая, имеются вот такие удобные подставки. И товарищ встает на площадку, поручнями он страхуется, держится вот за такую ручку. Она сделана одной же деталью вместе с кузовом. И осуществляет маневровую работу. Вот они буферные фонарики, такие же как и на электровозах Д-100. Номерная табличка, на которую так и просятся декали. Две розетки СМИ. Машина может работать по системе. Автосцепка. Свободно перемещающаяся. Ударная розетка, выполненная очень копейно. Вон там и центрирующая балочка видна. И болты сымитированы. Вообще автосцепка классная. Также кронштейн с державкой. И вот расцепной рычаг, край которого даже покрашен красным. Концевые рукава тормозные. Тормозной и питательной магистрали. Видите, в этот раз тормозной покрасили в красный, смотрите, а питательный в синий. Путь очиститель практически такой же, как на электровозах серии VL. VL-10 или VL-80. Переходим к кузову. Машина, как вы видите, капотная. Имеет только одну кабину посередине и два капота. Понятно, задумка правильная. Не надо менять кабину при смене направления движения. А идея еще в конце 50-х была такая. Сделать так, чтобы даже на маневровой работе трудились электровозы. Но не простые, а маневровые. Эту задачу поручили как раз таки Днепропетровскому заводу. И он решил создать вот такую машину. Итак, что же из себя представляет кузов нашего героя? Вполне себе аккуратно собранный. С высокой степенью копинности. Стеклышки отдельные. С уплотнителями. Имеются вот такие прекрасные поручни. Выкрашенные серебряночкой. И даже, видите, с прорезями ступеньки. По два окошка машинного отделения. Жалюзи забора воздуха. Нам кажется, что еще интереснее машина смотрелась бы, если юбку прокрасить несколько более темно-зеленым. Изящно сделана ручка двери. Такой серебряночка очень тонко. Собственно, вот так выглядит кузов нашего героя. На самом деле прикольно. Между прочим, ВЛ-41 хотели сначала назвать Д-92. Днепропетровского завода с цепной вес 92 тонны. Но что-то пошло не так. И пациент получил имя ВЛ-41. Впоследствии ему сделали перепрошивку на кремниевые вентили. Да-да, он раньше был огнетронным. И локомотив стал ВЛ-41К. Хотя и остался ВЛ-41. Вот это никнеймы. Ну, давайте рассмотрим экипажную часть нашего героя. Как уже было сказано, колесные пары КЗП и тяговые двигатели были позаимствованы от ВЛ-8. Но вот другие элементы экипажной части имеют сходство с электровозами ВЛ-60. В частности, это поводковые буксы, это балансир. И даже некое сходство усматривается в конструкции боковины рамы тележки. Ну и, конечно же, ресторные подвешивания. Можно сказать, тележка от ВЛ-60, но на минималках. Рессоры с хомутами, буксы со всеми болтами. Два поводка с сайлент-блоками. Вон даже сайлент-блоки сымитированы. Со всякими креплениями выполнены балансиры. Цилиндрические пружины на стойках. Фигурные боковины тележки. И вон та же внутри имеется, смотрите, тормозная рычажная передача с муфтой регулировочной. Офигеть! Колесные пары самостоятельно вращаются. Имеет люфт. В этот раз колесные пары имеют бандажи, окрашенные белой краской. Добротно сымитированы тяговые электродвигатели. И вот, смотрите, кожуха зубчатой передачи. Снизу также можно видеть тормозные цилиндры. Вот тут балансиры. И вот дальше, смотрите, триангели. Интересная деталь. Главный резервуар на ВЛ-41 располагается снизу. Практически так же, как и на электровозах ВЛ-10. Получается, эта машина несет в себе черты еще одного электровоза. К сожалению, на маневровой работе эти машины показали себя с не самой лучшей стороны. Во-первых, сцепной вес 92 тонны. Разделить на 4 получится очень даже ощутимая нагрузка от Эсси на рельсы. А если учесть, что это всевозможные боковые или ДПовские пути, то воздействие такого электровоза на путь было достаточно суровым. И при этом весьма скромной мощности и силы тяги. А кроме того, не все пути имели контактную сеть. Без тепловоза было не обойтись. Поэтому такие локомотивы и не получили большого распространения. Тем не менее, ВЛ-41 были замечены даже на Горьковской дороге. И даже в ДПУ Горьки Московские. Вот фотография. Это еще времена ДЧС-4Т. Вот и подходит к завершению этот ролик. Про редкий локомотив, который обрел вторую молодость благодаря Мадимео. Модель, по нашему мнению, получилась вообще четкая. Маленький шедевр в своем классе. Конечно, интересно узнать ваше мнение по модели. Понравилась ли она вам? А еще по маневровой работе. Это была здравая идея перевести большую часть маневровой работы на электротягу, повесив на всех путях проволоку. Напишите, интересно ваше мнение. Спасибо Мадимео за эту красоту. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Всем удачи и до новых видео.